Впервые в Твери новогоднее ледовое шоу для всей семьи. Бременские музыканты на льду. 2 января в спорткомплексе юбилейный культовые герои любимого мультфильма встанут на коньки. Пес-жонглер с волшебными кольцами, петух-акробат, кот-волшебник с фокусами, сыщик-похититель прекрасной принцессы, смелый трубадур и его друзья. Знаменитые песни в исполнении Димы Билана и Александра Ревы порадуют родителей. Освещение полета над ареной, видеопроекции на экраны ледовую поверхность заинтересуют детей всех возрастов. Современную аранжировку песням придал автор олимпийских программ Евгения Плющенко, участник победной команды России на Евровидении 2008, композитор Эдвин Мартон. Билет на шоу может стать хорошим подарком на Новый год. Организаторы советуют приобретать их уже сейчас. Шоу будет гасить в Твери всего один день и количество ограничено. Места продажи билетов на сайте интерфесс.орг и во всех кассах концертверь и кассир.ру. Киноконцертный зал «Панорама» продолжает радовать своих зрителей не только кинопремьерами, но и спектаклями и уникальными концертами. О том, что в ближайшее время ожидается на сцене ККЗ, расскажет Светлана Шепец. Добрый день, дорогие друзья! Не за горами новогодние праздники и долгожданные новогодние каникулы. И, безусловно, киноконцертный зал «Панорама» готовит вам интересную праздничную концертную программу. 12 января на сцене киноконцертного зала выступит один из самых любимых и узнаваемых в России коллективов – «Терем-квартет». Коллектив существует уже 33 года. На его счету более 3,5 тысяч концертов. Он гастролировал в 65 странах мира. «Терем-квартет» часто выступает посланником Санкт-Петербурга и его по праву можно назвать визитной карточкой культурной столицы, ставя в один ряд с Эрмитажем, Русским музеем и Мариинским театром. Все, кто побывали на концерте этого именитого коллектива, безусловно, уходят, унося с собой частичку радости и счастья, наполняя себя положительными эмоциями. Когда Питер Габриэл решил познакомить публику фестиваля авторского с русской национальной культурой, он пригласил «Терем-квартет». Когда Владимир Путин пожелал показать Герхарду Шредеру и Сильвию Берлускони российских музыкантов, он пригласил «Терем-квартет». Когда Никите Михалкову понадобилось увидеть взыскательную публику фестиваля русского кино в Каннах, он пригласил «Терем-квартет». Когда в Ватикане на площади Святого Марка 120 тысяч паломников со всего света собрались на встречу с Папой Римским, русскую национальную культуру представил «Терем-квартет». Когда в Лондоне праздновался 200-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина, на торжественном вечере по приглашению принца Чарльза выступал «Терем-квартет». Выступал он также на трехтысячелетии Иерусалима, на саммите стран Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, на Олимпиадах в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи, на конкурсе Евровидения в Москве. Итак, 12 января мы ждем вас в киноконцертном зале «Панорама» на встречу с именитым и всеми любимым коллективом «Терем-квартет». Билеты еще есть в продаже, информацию можно узнать по телефону 300 033 и на сайте panoramadefistver.ru. До встречи. Это история о легендарном футболисте, непревзойденном лидере. Бойцы на поле и в жизни. Голкипер Лев Яшин достиг небывалых высот. Сыпел неудачи, но находил силы, чтобы вернуться в большой спорт, причем с триумфом. «Черный паук», «Черная пантера» или даже «Черный осьминог» – так говорили о Льве Яшине за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он неизменно в черном свитере с буквой «Д» был полноправным хозяевом в своей штрафной. После поражения на чемпионате мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире. Единственным вратарем за всю историю футбола, получившим золотой мяч. Лучшим, по мнению ФИФА, вратарем 20 века. Яшин – это и есть команда. А это футбол! Старые заслуги, девчонки! Как он результат? Режиссер Василий Чигинский, актеры Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самоленко. Картина рекомендована к просмотру зрителям старше шести лет. В основе фильма, несмотря на трейлеры, вовсе не киберпанк, а апокалипсис и все, что вращается вокруг него, Москва становится последним оплотом существования людей. В фильме звучит понятие «круг жизни» после того, как во всем мире внезапно отключили свет. На Землю не падал метеорит. Террористы не придумали глобальной угрозы. Сверхдержавы не развязали атомную войну. Но что-то произошло. Связь с большой частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе. По своим очертаниям напоминающий круг. То, что военные находятся за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов повсюду следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое. И как долго продержится последний аванпост человечества. Плюсы аванпоста – это красивая, богатая картинка, показывающая, сколько денег вложено в фильм. Сцены с Неоновым Москвой с будущего разрушенными мостами и горами трупов впечатляют. Неплохое музыкальное сопровождение и попытка внести в идею философский посыл. Возрастное ограничение картины 16+. На этом у меня пока вся информация. Мы с вами увидимся на следующей неделе в новом выпуске программы Культфьюжн. Пока-пока. Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Киноконцертный зал «Панорама» продолжает радовать своих зрителей не только кинопремьерами, но и спектаклями и уникальными концертами. О том, что в ближайшее время ожидается на сцене ККЗ, расскажет Светлана Шепец. Добрый день, дорогие друзья! Не за горами новогодние праздники и долгожданные новогодние каникулы. И, безусловно, киноконцертный зал «Панорама» готовит вам интересную праздничную концертную программу. 12 января на сцене киноконцертного зала выступит один из самых любимых и узнаваемых в России коллективов – «Терем-квартет». Коллектив существует уже 33 года. На его счету более 3,5 тысяч концертов. Он гастролировал в 65 странах мира. «Терем-квартет» часто выступает посланником Санкт-Петербурга и его по праву можно назвать визитной карточкой культурной столицы, ставя в один ряд с Эрмитажем, Русским музеем и Мариинским театром. Все, кто побывали на концерте этого именитого коллектива, безусловно, уходят, унося с собой частичку радости и счастья, наполняя себя положительными эмоциями. Когда Питер Габриэл решил познакомить публику фестиваля авторского с русской национальной культурой, он пригласил «Терем-квартет». Когда Владимир Путин пожелал показать Герхарду Шредеру и Сильвию Берлускони российских музыкантов, он пригласил «Терем-квартет». Когда Никите Михалкову понадобилось увидеть взыскательную публику фестиваля русского кино в Каннах, он пригласил «Терем-квартет». Когда в Ватикане на площади Святого Марка 120 тысяч паломников со всего света собрались на встречу с Папой Римским, русскую национальную культуру представил «Терем-квартет». Когда в Лондоне праздновался 200-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина, на торжественном вечере по приглашению принца Чарльза выступал «Терем-квартет». Выступал он также на трехтысячелетии Иерусалима, на саммите стран Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, на Олимпиадах в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи, на конкурсе Евровидения в Москве. Итак, 12 января мы ждем вас в киноконцертном зале «Панорама» на встречу с именитым и всеми любимым коллективом «Терем-квартет». Билеты еще есть в продаже, информацию можно узнать по телефону 300 033 и на сайте panoramadefistver.ru. До встречи! Это история о легендарном футболисте, непревзойденном лидере. Бойцы на поле и в жизни галкипер Лев Яшин достиг небывалых высот. Серпел неудачи, но находил силы, чтобы вернуться в большой спорт, причем с триумфом. Черный паук, черная пантера или даже черный осьминог – так говорили о льве. Яшине за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он неизменно в черном свитере с буквой «Д» был полноправным хозяевом в своей штрафной. После поражения на чемпионате мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире. Единственным вратарем за всю историю футбола, получившим золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем 20 века. Яшин – это и есть команда. А это футбол! Старые заслуги, девчонки! Ваш результат! Режиссер Василий Чигинский, актер Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самоленко. Картина рекомендована к просмотру зрителям старше шести лет. В основе фильма, несмотря на трейлеры, вовсе не киберпанк, а апокалипсис и все, что вращается вокруг него. Москва становится последним оплотом существования людей. В фильме звучит понятие «круг жизни» после того, как во всем мире внезапно отключили свет. Чего-нибудь видел подобное? Я про такое даже не слышал. На землю не падал метеорит. Террористы не придумали глобальной угрозы. Сверхдержавы не развязали атомную войну. Но что-то произошло. Связь с большой частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе. По своим очертаниям, напоминающим круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов повсюду следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества? Огонь! Плюсы аванпоста – это красивая, богатая картинка, показывающая, сколько денег вложено в фильм. Сцены с неоновым восходят в будущего, разрушенными мостами и горами трупов впечатляют. Неплохое музыкальное сопровождение и попытка внести в идею философский посыл. Возрастное ограничение картины – 16+. На этом у меня пока вся информация. Мы с вами увидимся на следующей неделе в новом выпуске программы Культфьюжн. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова